Сегодня решили рассказать, какие документы необходимы для продления ВНЖ в Турции. Ты на канале Turki Space, меня зовут Владимир. Я Олеся. Погнали, присоединяйся. Список документов для продления не сильно отличается от пакета документов для первичного ВНЖ. Но все же есть некоторые детали. Про первичное ВНЖ вот здесь вот можешь посмотреть видео. Из уже известных документов это медицинская страховка частной или государственной компании, покрывающая весь запрашиваемый срок продления, биодметрические фото, тапу собственника, копия загранпаспорта, документы об оплате госпошлины и распечатанная анкета с сайта перед тобой. Из дополнительных документов потребуется выписка из банка о наличии денежных средств и их движение по счету. Адресная выписка о прописке адрес КАИД, съедив лет, копия предыдущего ВНЖ. Ну и все. Все это вкладывается в ту же самую розовую папочку ДОСИ, которую можно купить в магазине канцелярских товаров. Для увеличения своих шансов одобрения в ВНЖ мы прикладывали бумажек по максимуму, нотариально заверенный договор аренды квартиры, копия кимлика, то есть паспорта собственника квартиры, переведенные на турецкий и нотариально заверенные копии наших загранпаспортов. Мы ранее уже говорили, что турки страшные бюрократы и очень любят бумаги, и поэтому их надо по максимуму задавить количеством документов. Они такие смотрят, открывают папочку. Это я так представляю. Ого, сколько бумажек, ну им точно надо одобрить. Мы там много еще чего вкладывали по советам из интернета. Распечатали договоры на абонементы коммунальных услуг, чеков об их оплате, распечатали справки с российских карт о наличии денежных средств и их движения в российских банках. Но вот это все офицер вытащил. Он оставил только переведенные паспорта, нотариальный договор аренды и копия кимлика владельца. И мы, кстати, еще на всякий случай вложили копии визы, которые шлепали пограничники при въезде в страну. Ее вот тоже оставили. Хотя она-то как раз и не нужна. Есть же копия текущего ВНЖ при подаче. Но мы ее перестраховщики, поэтому вложили. И офицер, который смотрел наши папки, ее оставил. Пускай будет. Да, почему нет? А другой офицер, может быть, бы и вытащил. Здесь все зависит от того офицера, на которого попадаешь. И еще при продлении ВНЖ срок аренды квартиры уже не учитывается. Как это делается при первичном ВНЖ? То есть, когда ты подаешься впервые, то одобренный срок напрямую зависит от срока аренды квартиры и срока страховки. И не может быть больше их. А вот при повторном это уже не учитывается, кроме страховки. Для примера, вот при первичном, допустим, ты заключил контракт аренды на 6 месяцев, значит, и страховка должна быть не короче 6 месяцев. Значит, и ВНЖ дольше, чем на 6 месяцев у тебя не будет. Или контракт аренды на 6 месяцев, а страховка на год. Но ВНЖ дольше, чем на 6 месяцев, тоже быть не может. Потому что у тебя аренда на 6. Просишь, а если страховка на 6 месяцев, а аренда на 1 год, то что? А такого варианта просто не может быть. Потому что страховая компания не продаст полис сроком меньше, чем на 12 месяцев. А вот при повторной подаче уже на продление, одобренный срок ВНЖ не может быть больше, чем длительность медицинской страховки. То есть здесь уже ориентируются на длительность медицинской страховки, а не на срок аренды. И еще, что еще очень важно. Подавай заявку за 60 дней, не меньше. Если, конечно, хочешь увеличить свои шансы на одобрение. Несмотря на то, что на сайте миграционного управления указано, что подавать на продление за 60 дней и в любом случае подавать. Но, знаешь, когда ты в чужой стране и что-то от нее просишь, тебе нужно доказать, что ты достоин получить желаемое. И вот в этой ситуации важна каждая мелочь. Написано за 60 дней, значит нужно доказать свою способность соблюдать правила и законы. Заявок очень много. И чиновники всегда будут учитывать абсолютно все детали. Как только пакет документов у тебя готов, заполняй анкету онлайн, получай дату рандеву и иди в гетчик, который ты выбрал, когда заполнял эту анкету. В одном из следующих видео мы расскажем, как проходило рандеву на продлении ВНЖ. И чем оно отличалось от рандеву при первичном ВНЖ. И отличалось ли вообще. А пока подпишись на наш канал. Тебе не сложно, а нам приятно. Ставь пальцы вверх, если видео тебе понравилось. А также добро пожаловать в комментарии, где ты можешь оставить свои вопросы, предложения, замечания. А также рассказать истории. Связаться с нами можно при помощи почты, указанной под видео. А также у нас есть сайт, куда ты можешь всегда обратиться за помощью для аренды квартиры. Там указаны наши контакты, как можно с нами связаться в WhatsApp. Обнили-подняли и немножечко хрустнули, чтобы было приятно. Всем пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok